Приветствую вас! Давайте мы с вами сейчас попробуем разобраться с тем, что вы написали. Не могу начать новое дело, пишите вы после разрыва в бизнесе с партнером. Понимаете, в бизнесе, на мой взгляд, в любом бизнесе, или, можно даже сказать, в любом виде бизнеса. Разрыв с партнерами, это неприятно, но вполне себе закономерно, на мой взгляд. То есть, иными словами, вы, по-видимому, от своего бизнес-партнера ожидали, ждали чего-то такого, чего ждать, ну, наверное, явно не следовало. То есть, я не знаю, может быть, вы ждали от него преданности, может быть, вы думали, что он будет для вас, что он будет вам всегда рядом, что он будет с вами, ну, или что-то такое, что-то в этом духе. То есть, вы, по-видимому, сделали перенос, да, вы сделали перенос с своего партнера, значит, на, точнее, своей мамы на партнера. Ну, вот так, правильно будет, как я сказал. И, видимо, пытаясь доказать своей маме, что вы хорошие, пытаясь доказать своей маме, что вы достоин любви, и вы, соответственно, то же самое переносли и на своего, значит, партнера, ну, по-видимому, по-видимому. Потому что разрыс в бизнесе, еще раз повторяю, это абсолютно нормальное явление, которое, ну, в общем, встречается часто, и, которое связано с субъективными факторами, такими, как, например, прибыль, там, обстановка благоприятная в бизнес-сфере и так далее. Ну, и просто обычный расчет и коммерция. Тут вот нужно понимать. Поэтому, поэтому, безусловно, я не знаю, как вы коррелируете. Я не знаю, коррелируете ли вы то, что с вами произошло, да, то, что с вами случилось, и, соответственно, свое отношение с мамой. Да, ну, вот, похоже, что коррелируете. Похоже, что корреляция происходит. Вот. А здесь нужно понимать, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно понимать, что одно нужно отделить от другого, свои чувства, которые вызвали, которые вызвал у вас разрез из бизнес-партнером. Ну, и направо анализировать. То есть, что это за чувства? Ну, может быть, это чувство Устокинытости, чувство оброшенности, чувство, что вы, например, недостойны, чувство, что вы там, ну, что вы ненужны никому, что у вас не получится ничего, что вы не справитесь, То есть и так далее, и так далее. И эти чувства необходимо обратить к тому, кому они изначально и являются предназначенными. А предназначаются они, конечно же, вашей мамой. Вот. И, соответственно, уже с этими чувствами по отношению к маме нужно разбираться. То есть что-то оставить себе, чтобы оставить своей маме. За что-то взять на себя ответственность, за что-то не брать. Это важный момент для того, чтобы вы сами встали на путь более адекватного восприятия себя и других людей. Чтобы это не было в виде проекции. Вы не проектировали, не приносили на себя и на других то, что вы чувствуете к маме. То, что мама чувствовала к вам. Это все-таки вещи абсолютно и совершенно разные. Дальше идем. Вы пишите, что у вас не было отца. Соответственно, раз у вас не было отца, то логично предположить, что, коль не было отца, соответственно, нет. И какой-то такой достаточно, ну, четкой мужской фигуры в вашей жизни. То есть четкая мужская фигура, она как таковая отсутствует у вас. Если мужская фигура отсутствует, то ее нужно создать. Ее нужно создать. То есть ребенку нужна такая, в общем, духовная поддержка отца. Ну, любому ребенку, будь то девочка или мальчик, поддержка отца нужна. Потому что в случае с мальчиком, например, на папу происходит ориендация. То есть это целевая ориендация, на правом случае с девочкой, это функциональная ориендация. То есть папа показывает, как нужно делать, а мама показывает, что. Соответственно, ваша мама была для вас только мамой. Она не была для вас женщиной. А значит, вы, скорее всего, не могли раскрыться как мужчина. И очень может быть, что вы до сих пор не можете раскрыться как мужчина. Очень может быть, что вы до сих пор испытываете сложности с тем, чтобы строить, например, отношения с женщинами, чтобы, значит, ну, как-то, сближаться с ними и так далее. Поэтому здесь работа над мужской моделью поведения очень важна. Что такое мужская модель поведения? Это определенный набор мужских качеств, которые вы сами для себя делаете, ну, значимым, скажем так. То есть вы сами для себя делаете нашим набор качеств, которые вы считаете, ну, так или иначе полезным для того, чтобы вы были, ну, успешным, чтобы вы чувствовали себя комфортно и так далее. Вот. А в сути дела вам нужно выбрать, вам нужно выбрать образ мужского поведения, образец мужского поведения, идеал мужского поведения, если угодно. Главное выбрать именно его для того, чтобы уже непосредственно с ним взаимодействовать, для того, чтобы уже непосредственно с ним производить какие-то манипуляции. Пусть это будет, ну, какой-то образ мужского поведения, да, пусть это будет какой-то мужчина, например, да. Соответственно, вам нужно посмотреть его фигуру, посмотреть, что вы в этом образе принимаете для себя, ну, и что готовы были бы принять для себя, вот. А что, соответственно, нет. Далее. По поводу уверенности в себе и того, что мама часто на вас кричала и часто наказывала. Безусловно, это травмирующая ситуация, но, а, вам нужно проработать эту ситуацию, то, грубо говоря, увидеть ее более полной, для этого ее придется снова и снова переживать, это определенно работа над собой. Вот. Значит, с одной стороны, вот такой момент, с другой стороны, с другой стороны, необходимо отделять, как я уже сказал, то, что давала вам ваша мама, то, что она, ну, условно говоря, пыталась донести до вас. Отделить это от того, что действительно ваше, от того, что действительно ценно, от того, что действительно важно, вот. Вот. И от того, что она, например, хотела сама для себя. То есть она могла, например, кричать на вас и наказывать, потому что именно вас видела источник причины своих проблем. Ну, например, 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 не говорю, что это обязательно так, но это в общем и целом вполне может быть такая ситуация. Вот. Вот. И, соответственно, вы, будучи ребенком, это не отделяли. Вы не могли это отделить, конечно же. То есть у вас не было ресурсов, да и не было и нет ресурсов для того, чтобы отделить это. вот это, да, то есть то, что пытается вам, грубо говоря, внущить ваших мам, и то, что это на самом деле. Ну и, соответственно, эта задача, это время ложится на вас, уже теперь взрослого, умеющего анализировать, умеющего представлять факты и умеющего работать с собой. Вот. Дальше, значит, в связи с чем я рос изворотливым, так как боялся наказания. Сейчас чувствую себя нормальным человеком. Что значит нормальным человеком? Большой вопрос, кто, по-вашему, нормальный человек. Ну, чувствую неуверенность в себе, пишите вы. Ну, тут вам сказали, что любой человек чувствует неуверенность в себе. Это, конечно, очень индивидуально. То есть для кого-то чувствовать неуверенность в себе, это хорошо, это стимулирует. То есть неуверенность чувствовать хорошо тогда, когда это стимулирует к чему-то. То есть, например, я неуверен, что хорошо приготовился к какой-либо работе. Да, я, соответственно, сделаю приготовление к работе еще более лучше. То есть я еще более качественно приготовлю. Вот. Ну, тут как бы понятно, что происходит стимуляция. Да, то есть неуверенность в себе меня стимулирует. Вот здесь. Если неуверенность в себе действует на человека регрессивно, то есть в результате этой неуверенности в себе человек, как вы, например, не может начать бизнес после разрыва, то в этом случае вряд ли можно говорить о том, что неуверенность желательна и нужна для, собственно, человека. И вряд ли можно говорить о том, что это нормально. Понимаете? Ну вот. То есть может быть, может быть, ваша неуверенность в себе, она говорит о том, она говорит именно о том, что бизнес-то это как бы не ваше. Может быть, ваша неуверенность в себе говорит о том, что бизнес-то как бы не то, чем вам нужно заниматься. что, например, сами по себе один бизнесом вы заниматься, ну, по той или иной причине, ну, не станете, вот, этот момент тоже исключать нельзя из, как бы, общей картины, но, что знаю я, однозначно, да, что знаю я, это то, что неуверенно в себе, это сигнал, это определенный сигнал, если этот сигнал таков, что, значит, ну, допустим, если этот сигнал таков, что вы нас стимулируете, все хорошо, если этот сигнал таков, что вас регрессирует, я там надеюсь, что здесь что-то неэффективное, что-то разрушительное для вас, что-то извне, вот, например, есть чувство, допустим, совести, да, то есть, когда человек чувствует, ну, чувствует свою вину, да, действует, старается действовать по совести и, собственно, переживает, если он там сделал что-то не по совести, хорошее это чувство, когда человек делает что-то по совести, но, в принципе, да, в принципе, чувство хорошее, я не думаю, что можно говорить о том, что оно плохое, поступать по совести это здорово, поступать по совести это прекрасно, но, если человек переживает из-за того, что он не поступил по совести, это понятно, что в жизни поступить по совести, поступать по совести всегда, ну, не представляется возможным, что это, бывают ситуации, когда по совести поступить просто не получается, просто невозможно, такое было, вот, и в этом случае человек себя винит, в этом случае человек себя обвиняет, в этом случае человек себя корит, в этом случае доходит до того, что человек себя может просто убить, и в этом случае это говорит о том, что данным аспектом совесть это что-то не его, то есть, это выбивается из, ну, Ну, из нормальной картины жизнедеятельности, из нормальной палитры жизнедеятельности. Понимаете, какая ссора? И в этом случае необходимо отделить, а кто же меня так сильно обвиняет? Кто же меня так сильно пытается принизить? То есть, кому это нужно, принижение ради принижения? Может быть, лучше того человека обвинить, ведь он проектирует на меня. Посмотрите. Знаете, какая история? Вот. То есть, ваша мама, условно говоря, приняла какой-то опыт. Вот. Что вот, например, у нее остался ребенок, вы, но нет отца. И она восприняла это как, ну, может быть, как какой-то негатив, как какое-то проклятие, может быть, как что-то еще такое в этом духе. То есть, я не знаю, знаете, я говорю лишь только о том, что вот мне видится на данный момент. То есть, как бы, нет, у меня уверенность в том, что я прав именно сейчас. Но, но, я думаю, что не стоит от этого нет отказываться. Ваша мама это приняла полностью, его сила это вам. И вы не получаете ответственность, получается, за нее, за ее импровект. То есть, за то, что она взяла и не смогла, как бы, адекватно отреагировать. Разве это справедливо? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это не справедливо. Соответственно, вам стоит то, что вы о себе думаете. Вам стоит то, что вы сами о себе имеете представление, какие вы о себе сами имеете представления. Вам это стоит пересобрать. Переосмыслить, если угодно. И понять, что, вот, что, в том, что вы думаете о себе ваше, а в том, что, а что мамы. Что именно от мамы в том, что вы о себе думаете. И вот в том, что от мамы, это нужно убрать. Это нужно убрать, потому что это не ваше. Понимаете? В принципе, в принципе, это, ну, не так сложно сделать. Если этим заниматься. Если над этим работать. Вопрос в том, готовы ли вы к такой работе. К такой работе над собой. Вот. На мой взгляд, это очень важный момент, который вам нужно решить лично для себя. Потому что понятно, что если бы неуверенность вас так сильно бы не беспокоила, то вы бы никогда не присели на авторисурсии, не забрали. Правда, простой, значит, обычный вопрос даже не вид. Значит, неуверенность вас беспокоит. Значит, вы понимаете, что она влияет на... на вас. Она влияет на то, что вы делаете, на то, как вы... там, я не знаю, ну, как вы... себя ведете. Вот. И так далее. Я полагаю, что это действительно серьезный момент. Так, смотрите, если хотите быть свободным, то вам нужно хотя бы несколько консультаций с психологом провести. Зависимо, регулярно. Если нет, то, соответственно, вот так. Потому что, ну, вот, что вы описываете, да, то, что вы даже вопроса никакого не задаете. Вот вы говорите, не могу надеть новое дело после разрыва в бизнесе с партнером. А почему не можете, значит, так? Что вообще, значит, не могу? Что ли, нет, нет, физической возможности начать битность? Не верю. Есть физическая возможности. А в чем дело тогда? А дело в конфликте. В психологическом, да? Вот. Ну, и, собственно, и, собственно, психологический конфликт нужно разрешить, психологический конфликт нужно убрать, и тогда по факту и вы можете делать то, что хотите. Вот. Ну, другое дело, будет ли это бизнес, вот это уже другой момент. Будет ли это именно бизнес на самом деле? Может быть, после разрешения конфликта выяснится, что бизнес вам не так на самом-то деле и нужен. Вот. Ну, это уже, как вы сами понимаете, детали на самом деле. вот так вот, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались ко мне дополнительные вопросы, вы можете написать в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...